МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также у нас Александра Черкашина, студентка третьего курса с исторического факультета, также с Северо-Восточного федерального университета. Я сам историк, тоже политолог. Так что интересный разговор у нас будет. Ну что, добрый день. Добрый день. Как у вас настроение? Отлично. Ну вот расскажите, пожалуйста, все-таки у нас получается проект интересный, да? Да. И вот расскажите более подробно нам и нашим телезрителям. Ну, больше, наверное, нашей организации, да? Мы представляем сегодня студенческий бизнес инкубатор Орех, Северо-Восточный федеральный. Орех, а что это означает? Орех – это символ нашей организации, это как орешек. Из орешек множество семян, которые в следующем вырастают, получается. Начало, получается? Да, начало. Возрождение, развитие. В нашем инкубаторе сейчас работает около 27 резидентов по очень многим направлениям, ну, сферам, получается. Это IT, социальное предпринимательство и еще биотехнологии и так далее. Еще нужно сказать, что в этом году мы заняли первое место лучший студенческий бизнес инкубатор России и получили, получается, вот Александр более подробно расскажет о проекте, мы заняли, получается, топ-12. Мы вошли в топ-12. Да, лучших предпринимательских команд по итогам конкурса «Приактум». Александр? «Приактум» – это одна из программ рыбаков фонда, некоммерческая организация, которая поддерживает предпринимательство, образование и социально значимые проекты. Программа «Приактум» – это сеть студенческих вузов команд, где предполагается, что студенты будут разрабатывать бизнес-проекты социальным уклоном при поддержке бизнеса. И мы приняли участие сначала на региональном этапе, и после этого, после прохождения регионального этапа, приняли участие в кубке «Кубок «Приактум»» в Москве. И там мы вошли в топ-12 лучших команд из 350 вузов России, и наш бизнес-лидер стал самым лучшим бизнес-лидером, и я стала лучшим студенческим лидером. И в ходе этого конкурса я спросила у организаторов, а могу ли я пройти стажевку у них. И они ответили утвердительно. И вот недавно полетел со стажировки. И мне, как участнику этого конкурса, было очень интересно, как изнутри узнать, как организуется этот конкурс. Но главное – это опыт. Я получила опыт. Помимо этого, участвовал в этапах, конференциях и так далее. Ну вот, например, наши телезрители могут увидеть фотографии. Получается, это Москва, правильно? Да, это получается смесь фотографий из конкурса и получаются стажировки Александры. Да. Наша команда состояла из активистов клуба стартаперов «Новус». И мы в внутривузовском этапе выбрали четыре самых лучших проектов в сфере информационных технологий, социальных и образований. Также о синергии, наверное, вы расскажете. Да. Вот в этом месяце наш арктический инновационный центр, в котором мы работаем, да, студенческий бизнес инкватор, впервые стал организатором направления IT-синерджи. Мне кажется, это был первый раз, когда в Синергии Севера, это форум, появилось направление IT. В рамках этого направления мы поработали с десятью проектами по IT. Тоже там образовательные, и, получается, приложения, игры и все остальное. Ребята, получается, пять дней работали над своими проектами, приложениями или играми, и в конце форума они выложили свои продукты в App Store или Google Play, получается. И стоит сказать, что во время форума появился новый формат, это хакатон, впервые, наверное, тоже. Хакатон? Хакатон, да. Что это означает? Это формат мероприятия, при котором ребята, да, программисты, дизайнеры, менеджеры работают всю ночь. И в конце утром они вставляют какой-нибудь готовый продукт, получается. Продуктом может быть и приложение, сайт, или игра, и так далее, получается. Вот так. Ну, у нас, получается, не единственный человек, который будет участвовать в Москве и показывать свои проекты, и также выигрывать, правильно? Также у нас есть еще, наверное, люди, которые уже стремятся делать новые проекты. Например, какие проекты еще? Ну, насчет конкурса при Акту, у нас тоже несколько проектов участвовало. Вот мы тоже хотим рассказать, что вы можете рассказать про проекты. У нас был, вот есть проект, хелпи-шоп, руководитель проекта Анна Матананова, ныне выпускница финансо-экономического университета, института, получается. Этот проект предполагает, что благотворительность через продажу товаров. Да. Ага. Где, это интернет-магазин, где продаются там айфоны, хендмейды и так далее, но некоторые проценты идет на благотворительность. Это одна из проектов. А второй проект, это виртуальная игра в сфере среднего образования. Да. И третий проект, спроси онлайн. Это получается агрегатор вопросов. Это как бы ту-гиз, дабл-гиз, но сфера вопросов получается. То есть? Любой человек может задать вопрос интересующего, например, как я могу полететь в Таиланд. И несколько турфильм начинает отвечать на этот вопрос. То есть это голосовое, да, имеется? Нет, не голосовое, а вот цифровое получается. И люди начинают состязаться между, вот что вы получите от этого покупателя. И четвертый проект у нас биозавод... Экозавод биоудобрений. Экозавод биоудобрений получается. Руководителем является Осипа Сардана, она тоже выпускник филологического факультета. Они разрабатывали биоустановки для перерабатывания навозок, получается. Сейчас они занимаются уже, получается, установкой этих. Заключаются контракты с фермами и так далее. Они уже активно работают над своим проектом. Ну и все-таки мы хотели бы спросить у вас, Александра, даже не спросить, наверное, поддерживали вас немало людей. И вы хотели бы их поблагодарить сейчас в прямом эфире, преподавателем, может быть, исторического факультета. Ну, хотела бы поблагодарить, конечно, ну, тех, кто, ну, родных и близких, получается, во-первых. Во-вторых, студенческий бизнес инкубатор Олег, вот, по Сирии, например, и Касикеляна Владимировна по поводу. И самое главное, как бы ты ни работал, без поддержки университета у нас этого не было бы. В материальном и моральном плане. И очень хотим выразить благодарность нашему Северо-Восточному федеральному университету тому, что нас поддержала, оплатила проезд. Ну, если сказать прямо. А все-таки сколько, получается, дней, месяцев вы изготавливали этот проект? Ну, уникальностью мы считаем то, что несколько месяцев, получается. Да, очень быстро. Какие сложности были? Ой, это было... При акту, это было сложно, да. Да. Дедлайны были жесткие. За короткое время надо было сделать реальные проекты, работающие проекты. Например, один из проектов, спросите, хэлпи-шоп, возникло когда? В феврале, да? В феврале. В феврале. И вот мы приняли участие уже в апреле в Москве. И до этого надо было показать реальные результаты. Продавать, помогать. Сифры и факты, получается. Да. И скажу, что ребята очень постарались, выложились на 100%. Мы, получается, когда готовились в Москве к поступлению, и спали ночами, репетировали, делали презентацию ночи напролет. И вот у нас такой, не скажем, скромный, но топ-12 по России, мне кажется, это... Ну, это, конечно, хороший результат. И как вас встретили в Якутске? Ну, в Якутске нас встретили очень хорошо. Я видел уже статью, получается, северо-восточную, как вас отблагодарили. Да. Евгений Савинов, может быть, на прием? Да, с руководством тоже встречались. Ну, и в дальнейшем, какие планы и у вас, Александр, и у вас, Антелин? Ну, планов у нас очень много. Мы планируем очень много мероприятий. Вот к началу учебного года несколько хакатонов у нас будет. Будут еще, наверное, и поучаствуем второй раз в этом конкурсе при Актум. И Шура скажет, наверное, свои планы. То есть, получается, вы первый раз поучаствовали? Да, первый раз. Первый раз. Программа при Актум проводится первый год. Это ее... Это впервые, да? Впервые проводится, да. И в планах, когда я проходила стажировку, я помогала там, в команде, ну, организаторам при Актума, продумать планы мероприятий. И одним из первых мероприятий является для вузовских команд при Актум провести встречу с успешными выпускниками, со студентами. Ну, с успешными выпускниками, предпринимателями. И в наших дальнейших планах провести, во-первых, это мероприятие. Это где, имеется в виду здесь? В нашем университете, да. В нашем университете, да. Ну, дорогие наши, да, у нас время, конечно, еще есть определенное. И хотел бы у вас спросить еще цель. Цель у вас, Василий, например. Цель чего? Цель, например, своего какого-то мега мощного проекта, проекта, который помог бы Республике Саха-Якутия достичь других уровней. Целью, наверное, я скажу, студенческого бизнеса, инкубатора, да, целью является организация вот такой площадки для талантливых студентов. А вы слышали, да, по поводу того, что строится здание или покупается здание IT? Да. Что вы думаете по этому поводу? Это, на самом деле, очень большой шаг. Потому что в центральной России уже очень много IT-парков и уже, мне кажется, уже... А технопарк? Технопарк, мне кажется, это, конечно, не одинаковое, но IT-парк, мне кажется, будет большой шаг для развития IT-индустрии в нашей Республике. То есть, получается, смотрите, если здание... А здание где будет находиться, вы, наверное, знаете уже? Ну, только по новостям знаю. По новостям? Очень точно не знаю. Ну, вы кабинет уже там приобрелись. Возможно. Инкубатор будет, да, получается. Ну, все, Александр и Василий, пожелания нашим телезрителям. Мы желаем, наверное, хороших выходных, да? Да. Хороших выходных, хорошо. Хорошо, Василий. И отличного окончания лета, получается, у нас уже последний месяц лета. Полезно провести, да, последний день. Александр, вы отдельно скажете, хорошо пожелание. Да, Василий? Провести со семьей на свежем воздухе, отдохнуть. Обязательно, субботу, воскресенье отдохнем. Александра? Ну, как и я присоединяюсь к пожеланиям Василия. И помимо этого, ну, полезно провести лет. Ну, хорошо, спасибо, дорогие. Лето уже завершил. Ну что, большое спасибо, что вы пришли к нам на прямом включении. Программа «Летний эфир». Удачи вам, карьерного роста. А мы встретимся с дорогими телезрителями после рекламы. Никуда не уходим. Всем привет, привет, привет. Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. НВК Саха, Саха 24. И представляем вам следующих гостей. Итак, у нас Иван Охлопков, председатель Федерации Современного Панкратиона Республики Саха, Якутия. А также Андрей Лыткин. То есть Лавтев, Лавтев, я пошутил. Не дай бог еще вырубят здесь же, в прямом эфире. Ну что, дорогие, как у вас настроение? Супер, супер. Хорошо. Я знаю, что 2-го, 2-го августа в день ВДВ прошел вызов Алдана. И вот расскажите, пожалуйста, Иван, как все прошло, на ваш взгляд. Добрый день. Дорогие телезрители, вызов Алдана, поверьте, МФП, прошел 2-го августа в городе Алдан. Как говорится, мы добрались и до Алдана. Прошел на уровне. Очень хорошо прошел. Очень хорошие бои были. Были, а, то есть было 13 пар. Из них 12 рейтинговых и один супер бой. Да. Ваня, сюда смотри, пожалуйста. Один супер бой, да. Сколько людей было, получается. Я сам тоже участвовал в этом. Пользуясь случаем, можно поблагодарить организаторам турнира, нашим братьям-алданцам Алексею Шахову. Да. Валентину Семеркову и всем-всем, кто не остался в стороне, кто помог нам в организации этого грандиозного турнира, как говорится. Очень серьезно, очень хорошо прошел турнир. И тоже отдельное спасибо Петру Говору, что зажег всю публику Алдана. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Но я не напрашивался, честно скажу. Так, Ваня, еще расскажи, пожалуйста. Много людей было, вот честно. Когда, помнишь, в Триумфе такие же современные бои проходили, также Кубок Илдархана, около 3000 человек. Около 3000 человек были. Также в Алдане. А в Алдане так же, может чуть больше. Да, было на улице, вы сами помните. Вход был бесплатный для популяризации спорта. Где-то четырех, да, примерно? Да, примерно. Три с половиной тысячи людей. Очень много болельщиков, да. Три с половиной, четыре тысячи человек. Очень много болельщиков, в основном, болели за главный бой вечера, за Артема Авраменко, нашего друга, брата. Тоже пользуясь случаем, хотел бы его поздравить с хорошей победой. Артем поздравляем, молодец. Все впереди у нас. Ну и все. Ну, Ваня, смотри, получается, впервые в Алдане состоялись такие мероприятия. Да, впервые. И первый этап сделан. Да. Теперь второй этап, когда? Первый этап, в общем, от железной лиги уже третий этап, получается. А в Алдане первый этап для популяризации нашего вида спорта. Нет, имейте в виду, в Алдане еще будут мероприятия? В Алдане будет уже в следующем году. Да, уже как бы Алданский исполняющий главы был сам. Кстати, большое ему спасибо, что он нам помог и поддержал. Он обещал, и Валентин Семерков обещал, что в следующем году будет еще грандиознее. Также, знаете, что я запомнил мероприятие? После 13-го боя, супер-боя основного, где Артем и Михаил, получается, Пирогов, выступили, Артем выиграл, и в конце салют. Такого я нигде не видел, честно. Шикарно было. А помните выход Артема? О, это отдельно. Вот расскажите, пожалуйста, как все проходило. Я думаю, не стоит его рассказывать. Как выход? Я впервые такое видел. Когда вот Артем шел, так же друзья, люди, которые поддерживали его. Да, да, да. Вообще супер у него выход был, конечно. Огненная поддержка. Огненная поддержка была, да, со стороны его братьев-будовышников. Не, ну очень красиво прошло. Ну вот Андрей все-таки человек, который сам бился, почувствовал полностью ринг. На себе. Да, на себе. Вот расскажи, пожалуйста, свои впечатления, и тем более это первый профбой. Ну да, впечатления. Ну до этого мы скажем, что вы являетесь кандидатом в мастера спорта по боевому самбо. Также по... Уши сань, да. Да, да. Андрей, вам слово. Ну, впечатления были, конечно, хорошие. Как бы опыт именно на профессиональных, то есть без защиты, конечно, волнительно было, давило. Но потом, когда мы скажем, что Андрей не волновался, не было видно. Нет, можно я перебью, да? На самом деле вот у Андрея как бы очень хорошая база, он базовый самбист, и очень много боев он дрался по любительской версии, по любительской ММА, по любительскому панкратиону, по любительскому ушу сань, да. Он является чемпионом республики по ушу сань, да, чемпионом республики по ММА, чемпионом республики по панкратиону любительскому и так далее. Вот, а по профбоям был его как бы первый дебют. И еще самое то, что радует меня, то, что мой ученик в первом же бою очень столкнулся как бы одним из сильнейших бойцов Дальнего Востока в этом весе, с опытным я имею в виду. Ну вот, например, нашим телезрителям мы показываем отрывочек «Вызов Алдан», «Алдана», «Железная лига», «Часть 3». Да. Также Ивана Хлопкова был, вы сами являетесь рефери, получается, да, когда мы смотрим видео. Помогал, да, помогал реферить. Также вы судили. Ну вот какой бой запомнился вам? Мне лично запомнился все бои моих воспитанников. А сколько их было? Их шесть было. Можно даже в устной форме сказать. Да, и запомнился бой Артема Ваременко. Ну, Андрей Лаптев, Октябрин Яковлев очень хорошо подрался на характере проточный бой. На характере, действительно. Василий Атласов тоже очень хорошо подрался, но чуть-чуть не получилось, ничего страшного. У него все впереди. Олег Егоров, Боиман Егоров. Тоже дебют был у него. Затушил Алданца. Артема Ваременко. Узаир Абдураков. Узаир, может быть? Узаир Абдураков, да. Представитель моего родного района. Тампонского района. Представляет нашу команду. Ну, смотрите, сколько людей пришло и посмотрело на все это. Это пока еще светло же было. Кто с кем дерется? Ян Слепсов, если не ошибаюсь. Самый первый бой. Кстати, Ян Слепсов с клуба «Триумф» очень хорошо показал себя. Ну и красиво он показывал бои. Да, молодец. С лету пробивая. Никнейм, помню, Белый Мак был у него, да? Белый Мак, да. Белый Мак Ян Слепсов. Ну, он реально светлый, смотрите. Нет, это не Ян Слепсов. Ну, вот Андрей все-таки, Ваня, да, я бы хотел спросить. У Андрея человек новый, да, в этой сфере, тем более один профбой. И вот, Андрей, все-таки следующий бой, с кем бы ты хотел бы выйти и показать себя? Не говори, что это Макгрегор, мы понимаем, да, но все равно. Мне пока далеко до такого. Ну, как можно сильным соперником хотелось бы выйти и показать его. А соперник у тебя был и, по-моему, боец из Благовещенского. Из Благовещенского, да. Из Благовещенского, да. Ничего плохого между нами такого не было. Ну, профессионалы вышли, показали хороший, красивый бой. Показали бой, победил сильнейший. Андрей, да, Иван, может, мы сейчас позвоним Алексею Шахову? Он сейчас у нас на связи. Хорошая идея, да. Хорошая идея, да. Алексей Шахов, вице-президент Федерации бокса города Алдан. Так, Алексей? Да, да, да. Добрый день. Добрый день. Алексей, ну как ваши впечатления после такого турнира? Жители что говорят? Ну, впечатление очень отличное. Жителям города всем понравился турнир. И провели мы его так на хорошем уровне, благодаря поддержке Министерства спорта Республики, администрации района, благодаря поддержке нашей Федерации Панкратиона Республики во главе с Лопковым Ивановым, который возглавляет друг мой. Благодаря поддержке Федерации бокса Алданского района провели турнир на достойном уровне. Жителям всем понравилось. Уже разговоры идут к идее, чтобы его сделать традиционным, ежегодным, этот турнир. Алексей? Алло? Да, да, да. Алексей, какой бой вам запомнился? Я понимаю, что это Артем Авраменко, но все-таки. Может, еще хотели бы выделить? Бой Октябрина Яковлева, по-моему, если не ошибаюсь фамилия. Да, да, да. Очень хороший бой был, болел за него. Непредсказуемый бой, так скажу. Непредсказуемый, да. Показал очень хорошую технику. Вот больше всего хотелось бы этот бой выделить. Алексей, что вы хотели бы пожелать Республике Саха-Якути, также своим жителям, которые сейчас, наверное, смотрят и слушают вас. Хотел бы пожелать молодым людям как можно больше заниматься спортом, пополнять ряды наши спортивные. Ну и жителям, конечно, оставаться, быть такими же хорошими болельщиками, поддерживать наших спортсменов, не только местных, но и икутских, на разных уровнях и масштабах соревнований. Ну, большое спасибо, Алексей. Алексей Шахов был у нас на связи, вице-президент федерации, боксер города Алдам. Алдамского района. А также мастер спорта по боксу. Действующий боец. Действующий боец. Даже Федор Емеляненко подходил к нему. Но этот бой вы можете посмотреть в Ютьюбе, набрав Алексей Шахов. Это красивый, замечательный бой. Ну что, дорогие, у нас остается мало времени. Я бы хотел сейчас, чтобы Андрей стал и показал вот эту замечательную, красивую футболку, которую я сам тоже хочу получить, но пока мне Ваня не дает почему-то. Но в скором времени... Алексей, на какую камеру? Покажи, Андрей, эту футболку. Покажи. Да, просто встань. Вот, смотрите. Панкратион. Черная футболка. Вызов Алдана. Можно боком показать. Вот, версия МФП. Ну и вот, значок. И значок. Алданской федерации бокса. Да. Отличный дизайн тоже понравился. До сих пор нашел. У нас 30 секунд, Ваня, благодарность. Благодарю Министерство спорта Республики Сахай-Якутия за поддержку в организации турнира. Управление спорта. Георгия Александровича Балакшина, Николая Игоревича Цепанина. Вы. Всех, всех, всех. Всех, 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 кто не остался в стороне. Ну, большое спасибо, что вы пришли к нам. Будем развиваться и показывать самые красивые бои. И, может быть, Белатри ЮСи ждет нас. Ну что, дорогие телезрители, никуда не уходим. Смотрите нас. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok